Наш Бог сверхъестественный, и душа каждого человека, особенно ребенка, нуждается в сверхъестественном. Бог на генетическом уровне заложил в нас эту жажду, это желание, как ребенок, он нуждается в папе и маме, точно так же он нуждается в чудесах. Теперь ты понимаешь, почему Иисус обратился к ученикам и сказал им, будьте как дети. Если не будет Бога, душа ребенка будет желать Гарри Поттера. Да, если не будет Иисуса и детской Библии, душа будет желать Деда Мороза. Будет Илья Муромца желать, я не знаю, сверхъестественного. И в конце концов придем к Хэллоуину. Если церковь перестанет или перестала говорить о сверхъестественном, об этом будут говорить сатанисты. Иисус говорит, я есть им дверь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Хочешь войти, попасть на территорию Царства Божьего, подойди к этой двери. Да, подойди к этой двери, подойди к Иисусу. Все остальные попытки пробраться тебе будут показывать. Этим ребятам им показывают различные щели, норы, через которые можно проникнуть в духовный мир. Но куда? Совершенно другое царство. Христианство сверхъестественно. Мы не имеем права, и Слово Божье предупреждает нас, чтобы мы не обрезали, не стерилизовали Слово Божье. Кто убавит или добавит? Иисус, обращаясь к своим ученикам, Он как военачальник, Он дает приказ, как главнокомандующий, как царь. Он повелел ученикам, то есть мне и тебе. Здесь есть ученики? Он повелел нам проповедовать Евангелие Царства Божье. Идите и научите этому все народы. И мы с вами не имеем права стерилизовать Слово Божье. Даже если ты один раз помолился за кого-то и не произошло чудо, это не значит, что наш Бог, Его десница ослабела, значит чудес больше нет, время чудес прошло. Но, друзья, наша задача проповедовать полное Евангелие. Полное, не вырезая, не добавляя. Если Евангелие говорит, что у верующих будут сопровождать знамения, если Евангелие говорит, возложите руки на больных, и они будут здоровы, мы будем делать свою часть. А Господь будет делать свою часть. Вот если мы на самом деле будем проповедовать полное Евангелие, полноту, чудеса они не заставят себя ждать. Если мы превратим христианство просто, знаете, вот церковь или Библию, ну как книга, которая просто вот воспитывает, да культуру в массы несет. Друзья, это же скукотища. Да, нас может быть это еще какое-то время, ну более взрослых как-то это еще и будет держать, но дети наши побегут Хэллоуин праздновать. Если мы лишим сверхъестественного церковь, если мы перестанем ожидать сверхъестественного, если мы перестанем погружаться в сверхъестественное измерение Духа Божьего, если дети не видят дома, что их родители, они в тайной комнате, наслаждаются присутствием Божьим и выходят из Божьего присутствия сияющими лицами, как Моисей, да, лицо сияет, глаза сияет. Никому не надо было объяснять, где был Моисей. Когда-то я слышал, как один пастор, проповедник говорил, когда я начинаю ходить там дома, и вот эта вот атмосфера, знаете, туча, 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 и жена говорит мне, смотрит на меня, говорит, все, ты, говорит, давно не был в тайной комнате, иди на гору Божью, иди. Все, опа, точно, давно не был в Божьем присутствии. Все, говорит, пойду в Божьем присутствии, время проведу в сверхъестественном измерении, возвращаюсь, все, ангел домой пришел. Можно спорить, знаете, долго, должны мы видеть, не должны видеть славу Божью, хотим видеть Бога, да, а Иисус пришел и говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. И как в этом всем разобраться, да? Вначале мы должны уверовать. Мы должны уверовать в Слово Божье. Мы должны поверить в послания, да, которые приносят нам посланные. И мы становимся уверовавшими. Потому что если Бог, Он выйдет, откроет небеса и встанет, да, перед нами, все, что произойдет? Давление на нашу свободную волю. Если мы сначала увидим, тогда мы не сможем поверить. Мы просто будем знать, Бог есть. И мы будем обреченными людьми. У нас не останется выбора. Теперь я должен служить этому Богу. Да? А так идет просев. Друзья, идет просев сердец. Ваши друзья просеиваются. Когда вы приходите, вы говорите о любви, о Царстве Божьем. Вы приносите Божью славу. Если эти сердца отзываются, эти люди спасаются. Если они закрыты, каменные, говорят, не нужен мне твой Иисус со своей церковью. Это вам это надо, нам это не надо. Все. Человек сделал выбор. Но тот, который поверил, происходит вот этот момент, который с Марфой. Если будешь верить, если ты уверовал, ты обязательно увидишь. Ты обязательно увидишь ангелов. Ты обязательно увидишь Иисуса. Ты обязательно увидишь славу Божью. И миллионными тиражами расходятся книги, которые написаны людьми, которые пережили потусторонний опыт. Люди зачитываются этим, этими рассказами. Им так интересно, какая там трава, а какая там красота, а кто там встретил, а какой Иисус. Эти люди, которые пережили это, были на небесах, и потом вернулись назад, они описывают это. И люди зачитываются этим. И посмотри, что сделал дьявол. Дьявол убедил, что да, ты увидишь после смерти. Поэтому на могилке что желают? Царства небесного. Да, вот теперь увидим Царство небесное. Вот теперь ангелы его встретят. Вот теперь, вот теперь начнется сверхъестественное. Иисус говорит, я дверь сверхъестественная. Я дверь. Через меня ты можешь приходить в сверхъестественное измерение. Ты можешь жить в сверхъестественном измерении и там, и тут. А что говорит дьявол? Смерть это дверь. Какое оскорбление Иисуса. Иисус это жизнь, а не смерть. Нет ничего общего между Христом и Велиаром. Не нужно тебе ждать смерти, чтобы пережить сверхъестественную встречу с Иисусом. Христианство было создано, основано на этом и для этого, чтобы мы уже сейчас могли жить сверхъестественной жизнью. Друзья, я уверен, что ни одна лжерелигия не может дать, что дает христианство. В подметки не годится. Но почему люди идут, йогой занимаются, чакры открывают? Почему? Потому что христианство не дало, ученики не дали, не показали. Сами, помнишь, как Иисус говорит, знайте дорогу, путь и дверь. Сами не идете, не заходите, и других не пускаете. Поэтому люди и бегут, и ищут сверхъестественное на стороне. Поэтому демоны, они будут грузить тебя, что ты недостоин. Что ты недостоин, что это великая привилегия. Величайшая для апостолов, для пророков, для пастырей, для учеников. А ты кто? Это для всех детей. Все вадимые духом Божьим суть. Там что, апостолы или пророки, или пасты? Дети! Когда-то в юности, я помню, откровение получил. Читали книгу мы. Идет процессия, Рим. В общем, телохранители, охрана, воины стоят, центральная улица. Императора несут на этих носилках, знаете, на таких он там восседает. И все, никого не выпускают, секьюрити работают. И тут ребенок такой раз-раз между ног выберет туда. И воин резко его хватает за руку. Стоять, говорит. Ребенок смотрит, говорит, ты что? Говорит, это император. Он говорит, это тебе он император, а мне папа. И нам нужно освободиться. Нам нужно освободиться от вот этого мышления рабского. Неужели Иисус зря умирал на кресте? Неужели все было зря? Что мы до сих пор живем и не можем понять, что все, мы дети. В послании эфесянам благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Он благословил всем. За что? Так как Он избрал нас. За что? В нем, то есть в Иисусе, прежде создания мира. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Не за что, а вот просто вот так. Потому что Он такой. Потому что Он хочет быть твоим Отцом. Просто это Его желание, это Его воля, это Его сердце. Перестань противиться и думать о себе как-то там еще. Соглашаться с бесами, Дим. Ты сейчас слушаешь меня и думаешь, да, так что я могу каждый день теперь в присутствии Божьем. На этом и с ангелами, и с Духом Божьим. Да не, не может быть. Значит, с ангелами не может быть, но зато с бесами каждый день общаться. И оно сразу же видно, когда с бесами пообщался, с сатаной пообщался. А когда с ангелами пообщался, ну сразу же видно, если ты с бесами стал специалист, то с ангелами тебе станет вообще легко. Просто возьми, закрой одну дверь и открой другую. Да, подойди к другой двери, подойди к Иисусу. Да, сейчас можно поговорить о том, а что же нам мешает туда войти? А что же, а почему же не у всех получается? Может быть, все-таки есть какие-то избранные, много званых. Бог зовет всех в свое присутствие. Единственное, через что Бог не может переступить, это через твою волю. И, конечно же, если ты избрал грех, если ты избрал какие-то там утехи для своей души. Тайная комната, она будет все равно у каждого. Она есть у каждого, но кто чем там занимается? Книга-притч, ты помнишь, как говорит? У кого войн, у кого стоны, у кого раны без причины. Ну а кто сидит и смотрит, как вино играет в стакане? Не царям лемуил, не царям пить вино и не князьям секеру, чтобы напившись они не забыли законы и не превратили суда всех угнетаемых. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят искивать вина приправленного. Не смотри, как оно играет, какое оно красивое в бокале. Как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно ужалит, как аспид, глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое. То есть, друзья, опять же, для чего? Это все были моменты сверхъестественного. Когда нет Духа Божьего, когда нет Божьего присутствия, людям же как-то надо было, да, и что-то вот они, чтобы расслабиться, чтобы еще. Но когда, друзья, пришла полнота времени, и на эту землю пришел Иисус, Он сказал, придите ко мне. Приди ко мне. Хочешь, не сериал врубай, чтобы расслабиться. Не пивасика, да, чтобы расслабиться. После тяжелой трудовой недели. Приди ко мне. Мы можем еще долго бороться с грехами. Ты можешь сказать, пастори, зачем это все? Мы можем тебе нотации читать, и ролики ты будешь смотреть, и будем молиться с возложением рук. Но если ты не попадешь в Божье присутствие, вот там ты изменишься. Друзья, мы размышляем, а что же такое рождение свыше? К Иисусу пришел верующий. Не просто верующий, священник. Но он не переживал в своей жизни ни разу сверхъестественного. Друзья, рождение свыше связано со сверхъестественным переживанием. Когда мы принимаем слово верой, мы становимся уверовавшими. Есть разные уровни. А вот дальше, а вот дальше, есть вот момент истины. Кто-то сразу же переживает, кто-то немножко позже. Но рождение свыше, оно всегда сверхъестественное. Мы были с Натальей в девятиэтажке, мы снимали квартиру на восьмом этаже. И мы пережили сверхъестественное измерение. Открылась эта дверь. Мы пришли к Иисусу, и мы вошли в это сверхъестественное измерение. Через эту дверь хлынул поток Божьей славы и укрыл нас там. Я пережил, я поверил в Бога, и я увидел славу Божью. Я пережил славу Божью, и я продолжаю ее переживать. Я знаю эту историю, я не был свидетелем. Но я помню, как Юля со Славой, они рассказывали нам. Она находилась на втором этаже у родственников. И пришел пастырь. Зашел к родственникам Юли, на первом этаже, там несколько братьев. И вот они зашли, пришли в гости. И говорят, давайте что-то побуждение помолимся. И они начали молиться. И такое Божье присутствие. Портал открылся, дверь открылась. Иисус, и слава Божья, как наполнила весь дом. Юля, она говорит, они молились снизу. Я не слышала вообще, не знала. Но я почувствовала, что что-то начало происходить. И когда я вышла, вот открыла двери своей комнаты в коридор, чтобы вот, ну там, лестница вниз. А там настолько просто облако Божьей славы. И она упала. Бог что-то делал с ее сердцем, с ее душой, с ее телом. Встала она совершенно другим человеком. Вы помните, недавно вышел хлеб пару дней назад, да? И Станислав, он делился. Как он приехал на одну из христианских конференций. И Дух Божий коснулся его. Горячее масло вылилось ему на голову. И он говорит, на следующий день просыпаюсь. И он говорит, пятно красное горит. Но это не только для славы Юли, Саши, Наташи. Это для каждого. Для каждого сына и для каждой дочери. Если не будет сверхъестественного. Конечно же будут продолжаться грехи. И христианство, ну превратится в такую скукотищу. Книга правил, да? Правил и законов. Что можно, а что нельзя. И следим друг за другом. Чтобы никто не нарушал Слово Божье, да? И наказываем, если кто-то нарушил что-то. Поэтому очень важно пережить рождение свыше. Мы говорим о том, что же нам мешает, да? Продолжаем говорить, а что же нам мешает? Друзья, духовная гигиена. Вспоминаем эти проповеди. Мы обмываемся банью водной посредством Слова. Да, для того, чтобы ничто нечистое туда не войдет. Да, для того, чтобы проходить через эту дверь. Слово Божье, оно очищает покаяние. Да, каждое утро новые хлеба выходят. Друзья, кстати, мы пришли в такую эпоху, особенное время, когда церковь перестала практически читать Библию. Это трагедия. Это, кстати, еще один из моментов, почему не получается войти. Потому что Иисус говорит, я дверь. А имя Ему? Слово Божье. Аминь. Если ты погружаешься в Слово, очень легко погрузиться настолько, что ты... И ты уже в этом сверхъестественном измерении находишься. Что еще удерживает? Друзья, наш характер. Ты помнишь, Иисус говорит, приходишь ко мне, ты хочешь войти, ты хочешь приблизиться, но сердце наполнено, грязью какой-то наполнило, проблемы с завистью, раздорами, с братом, с сестрой какой-то. Он говорит, ты не можешь ко мне прийти. Хотя он зовет, придите ко мне все. Он говорит, пойди сначала. Пойди, примирись. Поэтому легко обвинять, сказать, да ну ерунда все это. Пробовал я, закрывался в тайной комнате. Молился, молился, молился. Ничего. Но может надо наоборот поблагодарить Господа, что ничего не произошло, потому что теперь у тебя мозг запустился, чтобы посмотреть, а может быть что-то не так? А может мне что-то надо исправить? Потому что представляешь, ты с грязным сердцем, еще и в присутствии, там гордость как разопрет. И что потом? Если сейчас мало кто может подойти и обличить, потому что сразу же. А после этого кто тебя спасет? Поэтому работаем над характером, над своим. Работаем над своей внутренностью. Самое главное, да, я хочу, чтобы ты понял, что Бог благословил нас всяким благословением в небесах. Он усыновил нас. И Он хочет. Иисус говорит, придите ко мне. Придите. А теперь давай без шор. Посмотрим вот на этот стих. Придите ко мне. Вот как традиция религиозная рассматривает этот стих. Придите ко мне. А я пришел к Иисусу. А как? А вот я в домашней группе уже, видишь? А вот я уже в церкви. Конечно же, это тоже показатель. Друзья, но есть больше. Как апостол Павел молится, говорит, чтобы вы поняли, что такое глубина, высота широта. Потому что можно сидеть в этом зале. Можно приходить на домашнюю группу, портить там воздух. И быть уверенным, что у меня все хорошо. Если я прихожу, если я в церкви, но я не переживаю Бога. Проблема, значит, что-то есть. Либо хвосты держат за хвост, да, демоны тебя держат. Либо просто где-то развели демоны. Обманули, обольстили. Недостоин. Недостойна ты. Недостойна. Не можешь ты. Это для избранных. Для особенных. Друзья, это для всех. Христианство сверхъестественно. Если церковь это осознает, если мы с тобой это осознаем, не будет вот этой текучки. Ну согласись. Что человек пришел, несколько лет в церковь, а потом смотришь, его уже след простыл. Почему? Он просто не переживал Бога. Ты знаешь, где-то оно на самом деле невыносимо даже. Вот для нашей, ну для старой природы, да, это невыносимо. Да, вот соблюдать все правила и постановления. Да, вот как человек с религиозным духом, он смотрит на Библию, так заповедь. Так, не убей. Да, там, не укради. Да, еще там, и вот пошел заповеди, и вроде бы как бы к себе, но это так тяжело. Смотреть на женщину, на красивую, и не прелюбодействовать с ней в сердце своем. Но это так сложно. Знаете, очень долго я вообще не обращал внимания за своими мыслями. Да, я помню, как пастырь, он уже даже начал говорить и показывать, учить о том, что исповедовать надо не тогда, когда ты вляпался, а начинай до того, как. Да, я помню, как это движение началось прямо на домашних группах, не где-то в тайне, а прямо перед всеми. Начали открывать свои сердца, выносить это все. Я думал, ну как, а надо ли это? Все равно же никто не видит. Все равно же никто не видит. И потом я слушаю проповедь. И там, как бы, один из свидетелей, который был на небе. И говорит, все, подходят ангелы. Говорит, я стою, думаю, ангел мне отвечает. Говорит, я про это подумал, ангел мне говорит. А потом, говорит, встал перед Иисусом. Говорит, и я только... Говорит, а Иисус мне опять отвечает. И я понял, человек говорит, я понял, что там мысли открыты. И не нужно даже что-то говорить. Религия нас заставляет смотреть на Библию, как на, знаешь, вот такой вот справочник, что можно, а что нельзя. А все совершенно по-другому. Словом своим Бог готовит нас к этому духовному измерению. Как жить нам там? Друзья, нас ждет вечность. И что происходит в церкви? Мы готовимся к вечности, начать жить по стандартам. Небо здесь. На земле, как на небе. Если ты здесь не научился жить, как на небе, не прилагаешь усилий, не работаешь над характером, туда не войти. И мое отношение к Слову Божьему изменилось. Когда я понял, откровение меняет отношение, я начал сражаться с этими грехами, с этими пороками, со своими мыслями. И ты знаешь, это реально. Навести порядок в мыслях своих и не думать о гандостях, это реально. И здесь, на земле, Иисус не просит нас о том, чего мы не можем сделать. Без Духа Божьего невозможно. Старая природа греховная не может этого. Но если ты рожденный свыше, и ты начинаешь жить уже здесь и на небе, мы уже посажены во Христе. Написано, не будем посажены. А в каком времени мы помним? В прошедшем. И нам надо привести это все в гармонию, в божественную симфонию. Мы уже там, и мы должны здесь начать жить по стандартам неба. Вы помните, Первая Церковь была в любви у всего народа. И поэтому Духу Святому так легко было что делать? Прилагать спасаемых к Церкви. Прилагать спасаемых к Церкви. Очень легко, потому что Церковь была наполнена такими вот привлекательными, классными людьми. А почему они были такие классные? Да потому что Дух Святой действовал в их жизни. Они любили Слово. И они смотрели на Него религиозными шорами. Да, прийти к Иисусу, это прийти в Божий дом, это прийти в Церковь, это прийти к Его Слову. Но точно так же, друзья, Он нас зовет. Есть еще один уровень. Это приходить к Нему в духовное измерение. Он ждет нас в духовном измерении. Переживать Иисуса. Без этого христианство превращается в сухарь. Библия превращается в смертоносные буквы. Христиане превращаются в лицемеров только в Божьем присутствии. Если мы переживаем явно Божье присутствие, мы изменяемся. Там свобода от бесов. Там свобода от всех пороков. Там исцеление от всех болезней. Там, друзья, христианство живо. Давайте сейчас освободимся, что Царство Небесное, небеса, и все это только после смерти. При жизни мы с тобой имеем право на это. Иисус заплатил за это право. Ты слышишь? Ветхий завет. Кровь тельцов и агнцев. И получали они что? Прощение. Новый завет. Кровь Иисуса. Жертва Иисуса. И они получили искупление. Примирение. Совершенно другой уровень. Совершенно другая кровь. Для чего? Что ветхого завета мало? То, что сделал Иисус. Он высвободил свою кровь, чтобы мы, омытые кровью, могли входить в Божье присутствие, в сверхъестественное измерение по своему желанию. Да, и мы так молимся. Отче наш, Сущий на небесах. Отец мой, я прихожу к тебе во имя Сына Твоего. И мы так молимся. Вроде бы говорим, да? Но приходим ли? А тут тормоз стоит. Я недостоин. И вроде бы просишь. Но где-то не уверен. Друзья, в духовное измерение входят верой. Рождаемся свыше верой. Исцеляемся верой. Имеем общение с Иисусом верой. Я не хочу, чтобы вы удивлялись. Знаете, вот прожили жизнь в церкви. 40 лет, 50 лет отходили. И потом раз, и после смерти ты увидел Иисуса. Друзья, да это можно было сейчас переживать. И Он хочет, чтобы ты встречался с Ним сейчас. Христианство это совершенно другое. Не то, что мы с тобой придумали. Это совершенно другое. Друзья, если мы это поймем, где будут все буддисты? Где будут все исламисты? Йоги где все будут? Они в очередь станут в Дом Божий. А до тех пор, пока мы будем ковыряться в носу и думать, что мы недостоины, все будет вот так. Хэллоуин будет похищать молодежь. Редактор субтитров А.Семкин